Девушки отдыхают 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 Какие смыслы у нас сегодня? Во-первых, чтобы нас никто не завоевывал, потому что такая государственная политическая независимость очень важна. Для любого даже маленького народа, ну а в России, в Российской Федерации, с многочисленными народами, которых русский народ объединил вместе, не для того, чтобы их поработить, а для того, чтобы дать им смысл жизни. Смысл жизни в том, чтобы здесь на земле средствами, нам Богом данными, устроить свое вечное будущее. Вот в этом есть особенность нашей русской православной цивилизации. И начиналось не с завоевания маленьких народов, маленьких, можно так сказать, государств на территории Великой России. Начиналось с общения, с живого, конкретного личного общения. И чем мы были богаты, а мы прежде всего богаты в нашей православной христианской вере, тем мы и делились с другими народами нашего Отечества. Но у нас и были сейчас они вне нашей Российской Федерации, такие государства, как Казахстан, как Среднеазиатские республики. Но у них своя культура, и она никуда не делась. Она при них и осталась, при этих народах. И у них свои религии, и своя религия. Никого за эту религию на нашей территории Российской или на территории Советского Союза, а прежде называвшейся Российской империей, никого за их религию не притесняли. Понимаете, вот это христианское сознание, достоинство человеческой личности. Если люди выбрали себе свою веру, они ее держат. И русские люди всегда уважали этот выбор. Может быть, он с нашей точки зрения неверный, но это выбор многочисленных народов. Вот сейчас, скажем, Казахстан и Среднеазиатские республики, они самостоятельные государства. Но это достижение нового времени. И, конечно, я считаю, что это заслуга и нашей русской православной в основе своей цивилизации, что мы дали возможность этим народам проявить свою самостоятельность и жить согласно своей воле, своим национальным и, что очень важно, религиозным традициям. Конечно, были в нашей истории десятилетия, которые можно назвать героическими, но была тенденция вообще избавиться от всякой религиозности. Это, конечно, не самое мудрое было бы решение, если бы всех, и нас, русских, и людей других народов Советского Союза сделать безбожными. Конечно же, конечно же, хотя эта идеология была агрессивна, и религиозных людей не всегда расценивали и признавали, как совершенно нормальных людей, думали, что, ну, раз он религиозный, значит, у него какой-то сдвиг в сознании. Но мы на это не обижались. Почему? Да потому что правда, она всегда правда. Пусть ее не признают, может быть, кто-то, но она есть. По ней жила Россия тысячу лет и предлагала другим народам, находившим в ее составе, возможность встать тоже православными христианами, но никакого насилия, никакого примуждения даже мягкого в этом смысле в Российской империи не было. мы были и остались свободными народами. И сейчас каждый из наших шестнадцатих советских представителей избирает свой путь государственного и общественного развития. Главное в том, что мы остались дружелюбными по отношению к другому. то есть русский народ, народа Российской Федерации дружелюбно себя поставили по отношению ко всем другим народам, населяющим общую территорию бывшей Российской империи, о тебе, скажем, Советскому Союзу. Но сейчас даже о Советском Союзе речи нет, а о Российской Федерации в основном мы думаем и по счастью принадлежим. И нам, естественно, нужно беречь наши духовные богатства. Но я как епископ, я представляю себе и вам всем скажу, что православно-христианская вера есть самое большое духовное богатство в нашем Отечестве, для нас. Но и не только для нас, а и для всех других людей, других народов, с кем мы живем вместе на одной территории, не обижая друг друга. Это большое, я бы сказал, проявление к нам милости Божией. Вот за эту милость Божию мы, естественно, благодарим нашего Создателя Бога, Устроителя, нашего спасения, для вечного счастья в Царстве Небесном. Конечно, каждый должен об этом думать в отдельности о себе, о своих близких. И если он будет думать хорошо, и будет, главное, жить по-христиански, то правда, она ведь всегда остается правдой, и будет достоянием не только нас, русских людей, в том числе и объединенных православной русской церкви, но и для других людей, других народов. И слава Богу, что вот благодаря князю Владимиру мы стали православными христианами, хотя сменилось несколько политических формаций за эти тысячи лет в нашем Отечестве, но тем не менее, тем не менее, у нас есть возможность каждому человеку свободно определиться в своем религиозном, культурном выборе и крутиться во славу Божию на благо своего народа и всех народов, которые населяют. сегодня будем говорить Российскую Федерацию. Так что вот цивилизационный выбор был сделан нашим благоверным великим князем просветителем Христианской Федерации Владимиром. Вот. И никогда у нас не было насильственного обращения христианской веры к другим народам. Ну, смотрите, большое время среднеазиатские народы, исповедующие в основном мусульманство, находились в составе Российской империи. И их сувереном общим государем был российский православный император. Было так. Было. Свобода у этих людей исповедующих не берут. Была. Была. Есть. Остается. И будет, я думаю, всегда. Конечно же, конечно же, нам вот с вами как наследникам этого религиозно цивилизационного выбора. Теперь надо благодарить Бога и наших предков, что они встали на этот путь, который для нас спасителем и который не мешает другим людям идти тоже своим руководным путем. Но даже и в чем-то люди других народов, других религий опираются на опыт нашего народа и нашей церкви. Так вот, цивилизация. Что такое цивилизация? цивилизация, это значит, как я себе представляю, это такое духовно-нравственное, культурное и политическое устройство, которое объединяет народ в единое целое. И вот опыт Российской империи совершенно уникален. Совершенно уникален. люди всех религий соединились во одном государстве. И не просто соединились, а идентифицировались себя с этим государством. Вот что из этого произошло? Из этого произошло культурное объединение, культурное под влиянием православия всех других народов, бывшей Российской империи для выполнения своего от Бога данного предназначения. Так вот, дорогие мои братья и сестры, поблагодарим за это Бога и сегодня порассуждаем о том, как, какими путями сделать, чтобы наш цивилизационный выбор был и оставался нашим богатством духовным и политическим, я бы сказал, и народным, целым народным богатством. Я думаю, что прежде всего не надо друг другу мешать жить нормально. по-своему выбору. И при этом вносить свой вклад в дело устроения гражданского благополучия для каждого народа и для каждой семьи и для каждой личности. Вот особое значение имеет православно-христианское представление о человеческой личности. Понимаете? Человек по образу и подобию Божию создан творцом Богом. Он и получил в этом смысле определенное обетование. если этот религиозный мотив останется в жизни для устройства благополучия, то тогда все будет, я думаю, в порядке. Бывают разные случаи, бывают разные события, бывают разные отклонения, и хорошую сторону, и не очень хорошую сторону, но я думаю, все мы сейчас должны помолиться, чтобы плохих отклонений у нас не было, чтобы наше потомство было здоровым, крепким, целеустремленным, имеющим надежду на вечное счастье, не только на эти 20, 30, 40, 60 лет собственной жизни, но и доколе Господь нас терпит по своей любви, доколе Он дает нам время жизни, чтобы это время употреблять для устроения благополучия, во-первых, и во-вторых, для созидания нашего доброго, благополучного будущего. Подумаем над этим, да, выскорить свои соображения и код нам в помощь. Мир вам и Божье вам мило. Аминь. Да, я поздравляю всех вас, дорогие мои братья и сестры, с этим нашим событием, седьмыми рождественскими чтениями, как известным торжеством православия в нашем крае. И, конечно, мы все крещенные люди. Конечно, все мы хоть немного читали Евангелие. Конечно, все мы знаем, что Господь призывает нас к вечной жизни, но с условием, чтобы мы достойно прошли жизнь временную, земную. И вот будем просить Господа, чтобы Он благословил нам быть достойными гражданами нашей великой Родины и чтобы каждый сделал что-то свое, хорошее, доброе, праведное, что повлияло бы на всех остальных. Родители для детей хорошо бы, чтобы наставляли их, говорили им и показывали бы сами пример добропорядочной православно-христианской жизни. Если мы овладеем этим искусством добропорядочной православно-христианской жизни, то Россия на веки веков останется самым лучшим человеческим и государственным устройством. для проповеди спасения в жизнь вечную в Царстве Небесном. И чтобы люди помнили, что Царство Небесное начинается в Церкви уже здесь на земле в наших молитвах, в нашем общении с Господом в святых таинствах веры и друг с другом и в наших добрых делах. Помоги нам Бог быть и остаться стойкими православными христианами для спасения нашего собственного в Царстве Небесном и для того, чтобы наша Родина была тоже призвана в Царство Небесное с Ее многочисленным народом. Мир Вам, Божья Вам Любовь! Пожелания очень простые, чтобы прислушались к тому, что тут читается, вот, что непонятно, спрашивали бы и, главное, усвоили бы идею овладение христианским благочестием в быту, в обществе и во всем нашем народе. Это было бы самое хорошее и самым добрым плодом нашей повседневной жизни, деятельности и молитвы на этой земле. Мир Вам, Божья Вам Любовь! Спасибо, Господи!